В день города на стадионе Новые Химки было громко, многолюдно и весело. Так стартовал всероссийский футбольный турнир «Дамы в спорте», который собрал участниц из разных регионов России. На поле вышли 24 женские команды. Благодарим всех участниц за то, что вы приняли наше приглашение и приехали на день рождения нашего города. В честь Дня города каждый желающий мог написать поздравление Химкам на большой открытке. Кроме того, организаторы праздника подарили участникам и болельщикам юбилейные флажки. И сегодня мы видим, что наши участницы как раз таки олицетворяют собой уверенную современную женщину. Женщину, которая успешна в семье, в работе, ну и конечно же в спорте. Футбольный праздник открыла спортивная школа «Надежда». Юные чирлидеры порадовали зрителей патриотическим танцем. «Наш городской округ» представили три команды – «Мам Сити», «Кутузова» и «Не мамкой». Всероссийский футбольный турнир среди женщин прошел в Химках третий раз. В этом году масштабы удивляют, так говорит идейный вдохновитель и организатор фестиваля Екатерина Сурина. «У нас команды из Москвы, Подмосковья, из других регионов, Елец, Брянск, Чебоксары. То есть у нас уже охват огромный. В этот раз мы решили сделать несколько дивизионов. У нас три дивизиона – начинающие, продолжающие и команды, которые уже имеют игровой опыт». «Победа, вперед! Победа нас ждет! У-у-у!» Среди участников и молодые команды, которые образовались всего несколько месяцев назад. Например, «Розовая пантера» из Москвы. Для этих девушек всероссийский турнир «Дамы в спорте» – первое серьезное соревнование. У футболисток есть плюшевый талисман, который выбрали не случайно. «Это наш Валера. Он у нас всегда с нами на всех играх, на тренировках. Просто сидели, просто пантеры, грациозные, красивые, изящные. Поэтому и решили выбрать». Турнир собрал более 200 спортсменок. Все они разных профессий. Например, Анна Кикина – космонавт. Этой девушке не привыкать к трудностям и спортивной нагрузке. 157 дней она провела на орбите. Анна рассказывает, чтобы добиться результата, надо работать над собой. «Футбол – это просто одно из моих увлечений по жизни. У меня появилась возможность поучаствовать в этом виде активности и деятельности, и я присоединяюсь ко всем. В любом виде деятельности для того, чтобы достичь цели, нужно где-то потерпеть, приложить усилия, поработать на своей линию, например, даже, да? И вообще, в принципе, суверистомленность проявить». «В любом деле – главная поддержка семьи. Кроме женских команд, в турнире приняли участие спортивные папы и, конечно, дети футболисток. Ребята, за кого вы сегодня болеете?» «Дети!» «Мам-сити, давайте вперед!» Главная цель фестиваля – объединить детей и родителей. Благодаря футболу у многих спортсменок действительно появились общие темы для семейного общения. Так считает игрок команды «Мам-сити» Наталья Архипова. «У меня супруг, бывший футболист, а сейчас тренер детей в Шорхимке. Также мой сын тоже футболист будущий, надеюсь. Это очень здорово, мы друг друга поддерживаем, друг друга понимаем. У нас есть общие темы, в общем, это потрясающе и классно». Каждая команда сыграла пять игр в своем дивизионе. Футбольное поле было разбито на несколько мини-площадок. По результатам всех матчей победителями в категории «Опытные» стала команда «Витязь». Среди продолжающих золото у спортсменок Ясенева, а у начинающих лучшей стала команда «Мамазонки». Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.